Привет. 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 Ты старалась сегодня быть красивым, чтобы понравиться мне. Я сегодня старался сделать так, чтобы понравиться тебе. Я думаю, что у нас это в обоих успешно получается. Слушай, это... Ты совсем, кстати, на меня не смотришь почему-то. Здесь идет дождь, и мне нравится, когда капли вот так вот падают. А что за бизнес-то? Я занимаюсь кофем, у нас есть кофейня, и вот. Подводным камнем я вот сейчас столкнулся, правда, в юридическом плане. И, значит, арендодатель говорит, мол, цены повысились. Я бы что хотел? Я бы хотел предложить тебе такой коммерческий проект. Я хочу поспособствовать тебе поработать, да, то есть, и заработать больше. Нам не хватает сейчас 70, чтобы закрыть первый месяц, а дальше мы уже с тобой... Все очень непросто и прострачно. Слушай, а ты можешь денежку снять 70 тысяч? Ооо, привет. Привет. А где Кристинка? Саша. Франк? Я братья Кристины просто, она сейчас... А, я уже подумал. Что ты подумал? Ну, я подумал, что это такой сюрприз-сюприз. Типа, я вместо Кристины, да? Типа, да. Типа, да. Типа, да. Да, нет, я просто, на самом деле, она вообще... Да, она с тобой созвонилась, просто сказала, где я стою. Вон она, кстати, идет. Я просто очень переживаю за нее, но... Да, вот. Потому что она сестра там, так что-то, по крайней мере. Ну, я понимаю, да, конечно. Все, короче. Блин, я, короче, пойду погуляю в кафе там. Давай. Дождинок, короче, ладно. Давайте. Самое время, самое время. Ребятки, привет. Привет, привет. Привет, привет. Ой, слушай, извини, я задержалась. Да, я тоже. Собиралась, хотела тебе понравиться, знаешь, фу. Я тоже слушаю. Я настолько пытался понравиться, что ты уже, вот, попал под ливень, да, понимаешь? Да, для знакомства. Взаимно. Кстати, хочу сказать, давно у меня не было свиданий, я прям чуть-чуть даже переживаю. Да ладно, что тут переживать? Могут же два человека встретиться. Ну, да. Ничего в этом такого нет. Я просто очень много работаю, мне вообще было не до свиданий. Ну, как я тебя понимаю, как я тебя понимаю, конечно, конечно. А чем ты занимаешься, расскажи? Я что, я сейчас, считай, в бизнесе, вот, активно вполне. Недавно переехал, вот поэтому, ну, это чтобы ближе к работе было. Ага. Вот, а так, ну, как бы тебе сказать, вот, сучредитель, да, давай, давай, можем это так называть. А что за бизнес там, расскажи? Бизнес простой. Наверное, многие этим занимаются. Ничего тут такого сверхъестественного кофе. А, кофе. Обычное кофе, да. Кофейня типа? Ну, да. Ага. Ну, то есть я занимаюсь кофем, у нас есть кофейня и вот. Интересно, слушай, ну, сегодня тогда вечерком мы уже зайду к тебе в кофе. Обязательно, обязательно. Очень интересно. Обязательно. А что ты еще любишь, кроме вот работы, какие у тебя пользы, чем-то? Как ты любишь проводить свободное время вообще? Слушай, это... Ты совсем, кстати, на меня не смотришь почему-то. И тебе не нравилось? Нет, дело не в этом. Здесь идет дождь и мне нравится, когда капли вот так вот падают. И это красиво просто выглядит. Я понимаю, что ты старалась сегодня быть красивым, чтобы понравиться мне. Я сегодня старался сделать так, чтобы понравиться тебе. Я думаю, что у нас это в обоих успешно получается. Вот. Ну, расскажи... Есть у тебя хобби какие-нибудь? Ну, и фотографии этой работы и хобби мое самое любимое, да? А, то есть ты как бы совмещаешь, получается? Да. То есть, например, ну, у меня много платных съемок, но, например, если есть какой-то свободный день, я могу придумать какой-то невероятный образ и пригласить какую-то модель совершенно бесплатно, просто чтобы сделать, воплотить, например, мою фантазию в жизнь. Да, такое я тоже очень люблю. Вот. Также спорт – это обязательно. Я люблю конную езду. Вот. Да, лошадей обожаю просто. И вот как раз летом я езжу за город, там есть классные конюшни. Вот, по выходным обожаю кататься. Конницы – это да, это девочки с формами. Это, конечно, круто, это круто. Велосипед люблю, кстати. Катаюсь в парке Горького, на ВДНХ, там в аренду беру катаюсь. Угу. Я такой очень подвижный человек. То есть, если нет работы, то я всегда найду, чем мне заняться. Да, но ведь нужно, чтобы это, как бы, еще и финансы приносило. А вот, фотографии приносят очень хорошие. Ну, у тебя международное какое-то что-то или локальное. У тебя просто какая-то студия. Нет, ну, как и любой фотограф, арендую студию. То есть, под образ, под человека. Студии же разные, есть разные. Ну, да. Ну, я просто смотри, к чему говорю. Я же тоже моделью, у нас тоже человек вот снимает студию. Вот. У тебя вот нет с этим проблем, скажи, никаких? Нет, конечно. Ну, то есть, в Москве так много, что люди очень популярны. Нет, ну вот. И без проблем их за два часа забронировать и приехать там через час и уже там начать съемку. А так, понятное дело, мне вот нравится бизнес. И вот, насколько бы он мне нравился, в нем есть очень много подводных камней. Так вот, с таким подобным подводным камнем я вот сейчас столкнулся, правда, в юридическом плане. Слушай, я не так сильно силен, но история, короче говоря, такая. Значит, мой друг держит вот у себя вот тоже помещение. И, значит, арендодатель говорит, мол, цены повысились, соответственно, нужно платить больше. И я говорю, ну, извините, а как, ну, без какой-либо поддержки со стороны, там, вот этих вот ребят, которые управляют вот этим всем, да. То есть, никакой у нас поддержки нет, и они говорят, то есть, типа, цены повышаются. Вот скажи, ты сталкивалась с таким? Нет. Просто, как бы, ну, я ведь правильно считаю, что арендная плата, если условный курс меняется, да, то есть, и арендная плата должна сначала какие-то договоренности, да, документальные иметь сначала. Ну, договор, конечно. То есть, если они должны... Все прописанное, договор же он на год, там все прописанное. В виде в юридическом какой-то, при каком-то формате это, хотя бы скажите, чтобы мы понимали, что дальше нам делать, да, если они не умеют не заполнять никакие документы, мы сами этим займемся. Ничего страшного, хорошо думаю. Да. Семьдесят за месяц. Сейчас у него, с него требует 140 и мы так работаем уже где-то полгода вообще, то есть, да, как бы. изначально расчет был на что? На три месяца минуса и дальше уже где-то один месяц мы выходим в ноль и следующие два-три месяца уже какой-то плюс. Но это что-то как-то, короче говоря, не ладится, не ладится. Вот. Я бы что хотел? Я бы хотел предложить тебе такой коммерческий проект. Наверное, так будет просто, наверное, проще звучать. Вот. И проще восприниматься. В общем-то говоря, у нас есть оборудование, у нас... Точнее, у нас есть часть оборудования. У нас есть люди, у нас есть я, вот. У нас есть еще несколько ребят тоже таких вот модельных внешностей. Так что ты мне хочешь предложить? У тебя, смотри, вот ты как фотограф, да, у нас есть выходы на рекламодателей, вот, очень хороших, на тот же условный Reflame. У нас есть выходы на другие бренды. На что у нас еще есть выходы? На очень крутых дизайнеров, на очень крутых тех же фотографов, которые могли бы тебе потом как-то помочь в твоей карьере, в твоей, в твоей индустрии. Слушай, я на самом деле очень популярна. Я же снимаю непростых людей. Ну, ну, смотри. Я снимаю здесь известных тиктокеров, артистов. Ну, что такое... Мне реклама вообще, честно говоря, не нужна. Ну, что-то... Смотри, здесь давай сравним, что такое тикток, да, и что такое реальный мир, то есть... Ну, на данный момент сейчас это очень крутая вещь, которая популярная стала. Тикток это как социальный лифт, да, который сейчас, возможно, для кого-то работает. Да, да, конечно, пробегает. Мы-то с тобой люди взрослые, мы-то должны реальные вещи делать. Ну, мне это приносит деньги, то есть я отчелкала одного тиктокера, и ко мне пришло еще 15, вот, поэтому... Ну, слушай, я... Я не нуждаюсь в никакой рекламе. Я понимаю, я понимаю, но я же с точки зрения той деятельности, которой ты занимаешься, тебе ведь нравится этим заниматься. Я просто хочу тебе... Так, и что ты хочешь от меня? Я не понимаю. Я хочу поспособствовать тебе поработать, да, то есть, и заработать больше. То есть, смотри, у нас... Что я должна для этого сделать? Ну, смотри, у нас сейчас вот действует вот такая договоренность, да, нам сейчас помогают ребята. Вот мы сейчас... Как мы сейчас делаем? Мы сейчас звоним... рекламодателям, мы говорим, у нас есть такая-такая-то идея, мы создаем локацию, мы, соответственно, ищем костюмы, мы вот это вот все тоже организовываем, что, в принципе, делаешь и ты, как ты говорила. Я сама это все делаю, я, конечно, локацию ищу, и образы подбираю, и костюмы, и сотрудничаю с разными дизайнерами, одеждой, да. И смотри, в чем дело, то есть... Я не понимаю, для чего ты мне нужен. Смотри, я поспособствую тебе по работе с рекламодателями, чтобы ты зарабатывал еще больше денег с тех рекламодателей, с тех рекламодателей, с которыми я работаю. Да, я работаю без стеклянный день, то есть, я там, вот, у меня два часа свободного дня, чтобы в фитнес бегать. Ну, смотри. Куда мне еще больше? Ну, правда, я уже чисто физически не смогу больше работать. Зачем мы это просим? Зачем мы это просим? Потому что вот сейчас у нас, опять же, у моего друга проблема, у него сейчас повысили аренду, и нам нужно как-то выбираться, и поэтому я подумал, что с тобой можно будет какой-то... Какие-то деньги, типа, заплатить за то, что ты меня можешь подливать? Ну, смотри, это не совсем... Давай называть это немножко по-другим образом, потому что, если... Ну, я понимаю, если так выражаться, то будет выглядеть так, как будто я пришел сюда помогать деньги. Нет, смотри, как я... Ты хочешь это красиво заэволировать? Не, ну, давай я тебе объясню, потому что всему есть причина, давай так, всему есть причина. Я поняла, короче, нужно тебе отдать энную сумму денег, и какую, чтобы ты мне сделал какую-то там сумасшедшую... Смотри, если ты очень любишь говорить прямым языком, я могу, но я... Да, я люблю прям... Я очень люблю. Но, к сожалению, у меня сейчас вот из-за всего этого настолько стрессовая ситуация, что вот я пытаюсь, я пытаюсь. Вот, но... Так сколько я должна денег за это? Ну, смотри, нам сейчас не хватает 70, чтобы закрыть первый месяц. Тысяч рублей? Тысяч. Нам не хватает сейчас 70, чтобы закрыть первый месяц, а дальше мы уже с тобой... Я позвоню сейчас рекламодателям, просто сейчас график забит уже. График на этот месяц забит, потому что он заканчивается. Сейчас июнь уже наступает, буквально несколько дней, да, и все, и новый месяц, новые проекты, новые расчеты, соответственно, новые пункты, новые... Ну, и надо сказать, с какими рекламодателями ты работаешь? Первый, первый это Орифлейм, второй это компания Насаматта, второй это компания Ройалти, третий это компания Файв Групп, это пятерочки, это все вот эти вот ребята. Сейчас не стоим, у меня просто подруга работает в Орифлейм. Давай, прикольно. Да, как ваша компания, ну, то есть, я просто прошу, работаете вы вместе или нет? Возможно, мы работали. Ну, как, Орифлейм уже их много. Она работает. Ну, их Орифлеймов много. Нет, она просто главный директор Орифлейм, она, знаете, дочка. Возможно, мы общались с ее пиарами, менеджерами, этими ребятами. Так, ну, хорошо, а можно я точно, как вы представлялись, я просто сейчас ей напишу. Конечно, конечно, если они запомнили, они, конечно, могут запомнить, ну, там, сколько им людям звонят, да, здесь тоже надо понимать же, им много людей могут звонить, помимо нас. То есть, им это не скажешь, да? Я скажу, если вы спросите, я скажу. Я спрашиваю. Ну, как называется наш кофейник, кофе-кофе? Нет, нет, вот вы сотрудничали, рекламодатели, вот вы представлялись, как там, когда с Орифлеймом вы работаете. То есть, ты мне предлагаешь, говорит, я сделаю хорошую рекламу, там, с Орифлейм и все такое. Как вы там, с кем вы общались, как вы представлялись? Кофе-кофе, здравствуйте, типа, давайте вместе сотрудничать. Вы спрашиваете конкретное ООО или ИП, которое я... Я спрашиваю, как вы там представляете. То есть, какое... ООО, я не знаю, или там мои фамилии, имя, отчество. Я просто сейчас уточню, работаете. А, ну, тут тогда... Ну, у нас компания называется Photo Studio Art, ну, вот, ФСА. Вот, мы аббревиатуры нигде не используем, но у нас ассоциируется вот так вот, именно с этой фразой. Про Studio Art Art, как-то так. Ну, вот, то есть, ты мне сказал пять минут назад, чтобы на данный момент с ними сотрудничать. А когда я начала спрашивать название, то ты сказал, что это уже давно было. Ну, мы сейчас на контакте с ними, да, находимся. То есть, если что, я могу позвонить и, соответственно, друзья, у меня есть такой замечательный человек, почему вы с ней не работаете? Вот, и те гонорары, которые платят тем людям, которые ничего не делают, они могут пойти вот как раз-таки к тебе. Вот, просто я-то занимаюсь, ну, как бы, кофе, и мне тоже нового месяца ждать, новый месяц. А, вот она ответила. Первый раз слышу. Ну, говорю, может быть, она забыла. Ну, ну, понимаете, это как работает, то есть, у нее уж там много людей. Ну, так вот, и смотрите, то есть, план рассчитан на что? Вот, первый месяц с июня начинается, соответственно, нам дают новый план. В этот план мы вписываем вас. Гонорар мы, соответственно, как получаем гонорар, ну, мы, соответственно, получаем как на бумаге, да, но потом-то понятно. Ну, я все поняла, слушай, давай я у Саши спрошу, на самом деле. Окей, окей, окей. Сейчас. Просто гонорар сразу нам идет, да, а дальше мы распределяем, соответственно, процент, который ты должна получить, ты получишь, соответственно. Вот, да, все очень просто и прозрачно. Саня, ты можешь денежку снять 70 тысяч? Мне очень нужно. Вот, мой новый знакомый предложил такую... Коммерческую сделку. Коммерческую сделку. Ну, это он так называет, но мне кажется... Я могу объяснить, могу объяснить. Ну, короче, Саня, ты можешь снять сейчас 70 тысяч? Мы, короче, тебя ждем в машине. Сейчас он ответит. Да, то есть, как это, это, то есть, такая перспектива. Я понимаю, что это может выглядеть как какой-то обман, да, то есть, но, ну, смотрите, это, как бы, я, у нас проверенная фирма, ну, как, мы работаем давно, я не знаю, как это, как это, именно на официальном каком-то таком дипломатическом, что ли, уровне. Мне просто человек достаточно простой. Ну, то есть, я ни от кого не прячусь, я никуда не убегаю, да, то есть, и, если что-то нужно, да, я всегда готов позвонить, уточнить, спросить. Слушай, вообще, мне как-то кажется, что ты, ну, мы с тобой вроде как бы на свидание пришли, познакомиться с друг другом, а мне кажется, я тебе вообще неинтересно, тебе интересно взять какую-то энную сумму денег, я не поняла вообще, чем ты мне можешь помочь за эти 70 тысяч, ну, не знаю, давай я ей посоветую Саше и... Слушай, вот мне вообще сейчас подруга еще, ну, с Арифлейм, она написала, что она пообзванивала другие, свои дочки, и никто с тобой не сотрудничал. Да-да-да, короче, забей, слушай, смотри, короче, забей на Арифлейм, забей на Арифлейм, просто, короче... Это была неправда? Нет, это не то, что не была неправда, просто забей на Арифлейм, короче, просто можешь мне дать 70 тысяч, вот, мне сейчас нужно другу помочь, именно с арендой, просто они реально сейчас закроются, я не хочу этого, вот, максимально, потому что если сейчас он погорит, то погорит все, я погорю потом я, он... Слушай, я тебя вижу просто первый раз в жизни. Я понимаю, но мы же хорошо общаемся, видишь, мы с тобой классно общаемся, ну, это классные 20 минут общения. Я только сказал, всякой воды, я на самом деле тебе ничего не надо. Не, ну, в смысле воды, в смысле воды, но я про, я беру какие-то неправильные вещи, я думаю, что я что-то нормально говорю, я тебе объясню. Нет, сначала ты рассказал, что ты работаешь с Арифлеймом, сам тебя как с ней не работаешь, ты меня обманул. Теперь ты мне честно говоришь, типа, мне просто нужны бабки, чтобы там поднять... Ну, по факту, да, мне нужны бабки, но я обманывал меня. Я не обманывал меня. Я рассказывал тебе, понимаешь, ну, давай реально сейчас, давай я сейчас саша поделу, я думаю, что он точно снал уже день. можешь позвать сашем не удалось ну мне кажется ты меня обманываешь во первых сначала он сказал типа какому-то там сотрудничать а у меня же аркатя работает в рифле не я уточнила ничего такого там короче послушай меня пожалуйста я правда живу на покровке я знаю каждую улицу каждый бар каждый ресторан значит кофе кофе там нету нигде и плюс я тебя проверила около метро чистые пруды розового здания розового дома нету то есть ты сейчас мне в уши лил 20 минут и рассказывал что у тебя квартира на покровке кофе кофе я прекрасно знаю я родилась в этом районе каждый день там хожу этого ничего нет уж тем более розового дома около метро тоже нету в рифле зачем ты разводить и попал конечно до чего начинаете это разводом там куча там куча всего типа с первого раза вы спрашиваешь у девчонки деньги как бы да да ничего не выпрашиваю у меня проблем нету просто я ну мы нормально 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 общались мы до смыта моли общались что у друга проблема что я работаю но как и могу я могу там другу свой ну а что тут и 70 еще какая-то большая лаза мне ну ладно тысячу вещь можно там понятно как в реке не знаком чек 70000 угораешь ты реально да конечно до чего начинаете они помои чего мне уличаете в чем ведите вы нахер еще других лохов бить на эту уроду